Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. Какими событиями запомнился сегодняшний день, я расскажу вам прямо сейчас. Полицейские пресекли факт контрабанды в Судаке. В своеобразном мини-цехе изготавливали и разливали чачу, вино и коньяк. Было изъято более 8 тонн недоброкачественного алкоголя, а также оборудование и приспособления для изготовления суррогата. Перебои с подачи воды остаются неизбежными. Сегодня состоялось очередное заседание штаба по вопросу водоснабжения в Крыму, на котором отметили, что в Симферополе начинается подготовка к отопительному сезону и проводятся профилактические мероприятия. По всем вопросам, которые поступают от граждан, мы оперативно отрабатываем, связываемся с заявителями, выезжаем на место, ну и включаемся в эту ситуацию и, конечно, ищем пути решения. По делу драки, произошедшей в центре крымской столицы, в ночь на 20 сентября официально ведется расследование. Личность подозреваемого в убийстве жителя Симферополя установлена. В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти жителя Симферополя, возбуждено расследуется уголовное дело. На территории города Саки и Сакского района полицейские провели профилактические мероприятия под названием «Курорт-2020» и «Берег-2020». В результате ряда проверок правоохранителями было установлено немалое число нарушителей, деятельность которых была пресечена. Все поставленные цели и задачи в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции реализованы. Полицейские пресекли факт контрабанды в Судаке. Двое местных жителей занимались производством и реализацией недоброкачественной алкогольной продукции. Они взяли в аренду цокольный этаж в одной из мини-гостиниц города, где производили суррогат. В своеобразном мини-цехе изготавливали и разливали алкоголь. На бутылках штамповались этикетки чача, вино и коньяк. Всю продукцию делали в условиях антисанитарии и без малейшего намека на соблюдение технологических норм. В отношении недобросовестных алкокоммерсантов возбуждено уголовное дело. Было изъято более 8 тонн недоброкачественного алкоголя, а также оборудование и приспособление для изготовления суррогата. Всю произведенную барматуху приятели продавали частным образом на территории города. Сотрудники полиции призывают граждан быть осторожными при покупке алкогольных напитков. Не рискуйте своим здоровьем, не покупайте алкоголь с рук. Сотрудники уголовного розыска просят помощи в определении местонахождения без вести пропавшего Медведева Антона Олеговича 1979 года рождения. 18 сентября он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. На вид 40-45 лет, рост 1,74 метра, плотного телосложения, волосы короткие, русые, глаза светлые. На голенях правая и левой ног имеются шрамы от ожогов. Просьба ко всем, кто располагает информацию о местонахождении мужчины, обращаться по телефону. Плюс 7978 745 49 54. Стационарный телефон 733 611 или 102 с мобильного. В столице началась подготовка к отопительному сезону. В связи с этим остро возник вопрос своевременной подачи воды. Соответственно, возникли и проблемы. Об этом говорили сегодня на заседании штаба по вопросу водоснабжения Крыма в Совете Министров. Какие меры принимаются властями и как ведется подготовка к отопительному сезону, знает наш корреспондент. Проблема бесперебойной подачи воды остается по-прежнему актуальной для региона. Не перестают поступать жалобы от крымчан на несоблюдение графика подачи воды и ее качества. Вчера в связи с подготовкой к отопительному сезону проводились профилактические мероприятия на ТЭЦ. В течение суток поступило более 100 обращений от граждан. Не было своевременной подачи воды. В некоторых районах она отсутствовала совсем. По всем вопросам, которые поступают от граждан, мы оперативно отрабатываем, связываемся с заявителями, выезжаем на место. Ну и включаемся в эту ситуацию и, конечно, ищем пути решения. При анализе обращений жителей Симферополя были выявлены дополнительные адреса, которые попали под отключение в связи с работами на Крым-ТЭЦ. Это улица Ковыльная и поселок Грессовский. Оттуда и было очень много обращений. Множество жала поступает и на отсутствие воды в резервных емкостях. Однако глава администрации Симферополя отмечает, что их наполнение носит заявительный характер. По данному вопросу необходимо обращаться в единую диспетчерскую дежурную службу. По заявкам, поступившим за неделю, подвоз воды был выполнен в 34 емкости. Для устранения проблем предприятием «Вода Крыма» будет задействована дополнительная техника. Заканчивается процедура по приобретению 10-кубовых водовозок. Они где-то в течение 30-40 дней должны поступить к нам на предприятие. Будем их тоже в полной мере задействовать для того, чтобы полностью убрать жалобы жителей на отсутствие подвоза. В тех точках, где, увы, мы выдавить не в состоянии по техническим причинам. Сергей Аксенов заранее акцентирует внимание на том, что с наступлением холодов целесообразно будет обеспечить подачу воды с автомобильной техники, а также сливать ее на ночь из резервных емкостей, чтобы их не прорвало. Также власти предупреждают, что в рамках проведения топительного сезона ровно через неделю вновь будут сбои и подачи воды. Эльвина Зарипова, Служба новостей ТВ. За прошедшие сутки в Крыму 98 человек заразились COVID-19. У каждого диагноз подтвержден лабораторно. 50 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью. 35 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным пациентам. 13 обнаружили после скрининга здорового населения. По итогу за весь период пандемии в республике 4755 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за это же время 2894 человека. Расследование по делу об убийстве жителя Симферополя официально открыто. Резонансная драка прямо в центре города, повлекшая за собой смерть, Артёма Кузнецова потрясла всю общественность. О трагедии рассказали родители и друзья погибшего. В ночь на 20 сентября прямо в центре Симферополя завязался конфликт между молодыми людьми. Происходящее зафиксировали камерой уличного наблюдения. В одну секунду неприятный разговор дошёл до тяжёлого удара в челюсть одного из мужчин. Пострадавший тут же упал на асфальт и потерял сознание. В чувства Артёма Кузнецова в итоге привели, и уже на своих ногах он добрался домой. Сильно болела голова, и днём он пошёл в больницу. Там сделали снимок, не обнаружили угрозы для жизни и отправили лечиться домой. На следующий день, 21 сентября, Артём скончался. Причина – перелом черепа. Мать парня с трудом прилетела в Крым из Европы и до сих пор не может прийти в себя. Не знает, как врачи могли допустить такую халатность. Больше всего меня как-то не отпускает вопрос медиков. Как он пришёл сам, как они могли его отпустить. Ну как могли с переломом черепа здорового молодого парня отпустить. Друзьям погибшего Артёма обсуждать произошедшее тяжело. И до сих пор не верится, что такое вообще могло случиться. Всегда могу только сказать о нём положительно. Всегда помогал ей вещи поднести, спрашивал, нужна ли какая-либо помощь. То есть не могу ничего плохого сказать о нём. И меня удивляет, как вообще такой случай мог с ним произойти, потому что знаю его как человека не агрессивного, который никогда не участвовал в драках, который всегда приветливый и дружелюбный. Ирина жила по соседству и знала Артёма с тех пор, когда ему было 11 лет. Всегда считала его жизнерадостным человеком, который любил путешествовать и мог всегда прийти на помощь. Утром в понедельник 21 сентября молодой человек не вышел из дома на работу. Это забеспокоило пожилого дедушку Артёма. Когда внук в очередной раз не отреагировал на стук в дверь, дедушка вошёл в комнату и обнаружил его в состоянии приступа. Тут же пошёл искать помощь и увидел Ирину. Именно на её глазах молодой человек скончался. Дедушка выходил и искал на помощь кому-то. Как раз это был понедельник, все были на работе. И дедушка увидел меня и сказал, там Артём задыхается. Конечно, я сразу же поднялась, зашла к нему в комнату. Он лежал на кровати, и видно, что ему плохо. А как оказать помощь, я не знаю. Я сразу позвонила в скорую. Скорая приехала через две минуты. Но вот этот короткий срок буквально и на моих глазах его просто не стало. Уже сегодня Следственный комитет по Республике Крым дал официальное заявление. Дело по факту смерти Артёма Кузнецова открыто. Ведётся расследование. Личность подозреваемого установлена. В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти жителей Симферополя, возбуждено расследуется уголовное дело. На первоначальном этапе следствие располагало информацией, что предполагаемый фигурант является жителем Чеченской Республики. Во взаимодействии с представителем главы Чеченской Республики в Республике Крым и городе Севастополе, его личность была установлена. В настоящее время он прибыл в Симферополь. С его участием будут останавливаться все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будут оценены и действия работников медучреждения, куда Артём Кузнецов обращался за помощью, но в итоге её не получил. Татьяна Ополева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В рамках проведения всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне на территории Республики Крым прошла комплексная годовая проверка систем оповещения населения. Особенностью данной проверки является то, что была задействована новая система оповещения. Мобильный комплекс на базе автомобиля высокой проходимости. Комплектация четыре громкоговорителя мощностью по 50 Вт каждый. Радиостанция для связи с оперативным дежурным центрального пульта оповещения населения. И автономный источник электропитания с продолжительным ресурсом действия. Трансляция сообщений может происходить со встроенного в кабинете микрофона или воспроизводить заранее записанный текст. Как отмечает министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым, мобильный комплекс оповещения может быстро и эффективно донести экстренную информацию до гражданского населения, выездных отрядов, туристических групп в труднодоступной местности. Также министр добавил, что к 2030 году не менее 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения. За четыре года, которым министерством мы занимаемся по строительству данной системы, уже установлено 25 пунктов управления во всех муниципалитетах, а также два пункта управления основной и резервный, республиканский. Один в городе Симферополе, второй на запасном пункте управления Совета Министров. Кроме того, установлено и участвуют сейчас в проверке 175 оконечных устройств. Стражи порядка на полуострове соблюдают все меры для обеспечения безопасности граждан, в том числе и отдыхающих. Регулярно сотрудниками МВД проводятся профилактические мероприятия по контролю соблюдения правопорядка в каждом из районов Крыма. На этот раз ряд нарушений был найден в СААКах. Как происходили операции по установлению граждан, не соблюдающих законы Российской Федерации. Подробности далее в сюжете. Главной целью правоохранительных органов является обеспечение порядка и безопасности городов, районов и в частности населения. С этой задачей стражи порядка стараются полностью справляться. В конце сентября в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в СААКах и СААКском районе сотрудниками МВД были найдены и пресечены незаконные обороты алкогольной и табачной продукции, а также наркотические вещества растительного и синтетического происхождения. В одном из магазинов одежды был выявлен факт продажи товаров известных брендов без права на товарный знак, которые были изъяты. Здесь 50, вот, сигарет, корона, табачные изделия, без акцизок на ту документу. Без акцизок на документы. Это первая коробка. Такая же самая коробка вот товарищеская. Также правоохранителями были установлены факты незаконного проживания некоторых граждан в регионе согласно миграционному законодательству. За время проведения профилактических мероприятий 10 административных протоколов составлено за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также за хулиганство, появление в общественных местах в нетрезвом виде. Контролировалась и ситуация на дорогах. Сотрудники госавтоинспекции установили ряд лиц, которые нарушили правила дорожного движения. Все поставленные цели и задачи в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции реализованы. На территории города Саки и Сакского района правоохранители продолжают обеспечивать порядок и безопасность отдыхающих и местных жителей. Оперативно-следственные мероприятия будут проводиться регулярно и после окончания курортного сезона в Крыму. По всей территории Российской Федерации в рамках месячника гражданской обороны стартовали командно-штабные тренировки. В Симферополе учения по ликвидации аварии состоялись на территории пиво-безалкогольного комбината. Данное предприятие является химически опасным объектом, так как в его технологическом процессе используется аммиак. Легенда тренировки – землетрясение силой до 8 баллов, в результате которого произошла разгерметизация одной из емкостей для хранения жидкого аммиака и разрушения производственного здания пивзавода. На место условной аварии прибыли спасатели и на практике отработали действия по поиску и эвакуации пострадавших из зоны поражения. Провели мониторинг экологической обстановки в районе ЧАЭС, локализовали место утечки аммиака, после чего приступили к ликвидации последствий утечки опасного вещества. Всего в мероприятии было задействовано 218 человек и 42 единицы техники. По легенде проводимых учений произошло землетрясение, в результате которого произошло частичное разрушение зданий на пиво-безалкогольном кабинете «Крым». Нам, как аварийно-спасательному подразделению, была поставлена задача по отысканию пострадавших на территории разрушенных зданий и по деблокации их оказанию первой помощи. Задачи справились на хорошо. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Оставайтесь на телеканале ИТВ. Я прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин